Всем привет! Вы на канале SmartShop KR UA. Уже давно был отснят материал по телевизору Sony 43XH8096. Я давно планировал подготовку обзора для вас, но позже, когда руки дошли до отснятого материала, я понял, что особого смысла делать для вас длинный и полный обзор просто нет. Ведь на канале уже есть обзор телевизора Sony 49XH8096, а у модели 43 дюйма все аналогичное. Та же комплектация, тот же пульт, аналогичный дизайн и даже пластик на задней стенке аналогичный. Кстати, момент с пластиком наделал много шуму среди потенциальных клиентов. С одной стороны было много возмущений, как такое может быть в таком-то телевизоре, а с другой стороны много людей обиделось на то, что я сделал на этом акцент и прям вылили все это в дизлайках на видео и в гневных комментариях, 90% из которых удалил сам YouTube. Ну а суть была довольно простой. Если телевизор стоит денег, и это премиальный телевизор, ведь вы знаете, что Sony выпускает премиальное ТВ, то он должен и выглядеть как премиальный телевизор и за хорошие деньги. Ну да ладно, в этом видео я хочу сказать, что, конечно, дизайн телевизора никак не повлияет на качество картинки. И те, кто выбирает для себя Sony 8 серии, обязательно получают очень высокий уровень комфорта для просмотра, ведь телевизоры именно 8 серии не обладают мерцанием подсветки, так называемым шим. Также IPS матрица обеспечит мягкие и приятные цвета. Процессор дорисует все необходимые мелкие детали, все традиционно в стиле Sony. Короче говоря, нужна мягкая и проработанная картинка, тогда этот телевизор точно для вас. Всю остальную информацию вместе с шумом я предлагаю сегодня отбросить. Но так как обзор на IPS матрицу Sony я уже для вас делал, сегодня я предлагаю убить двух зайцев. Во-первых, ближе познакомиться с картинкой этого телевизора, и во-вторых, сравнить его с главным конкурентом, который часто всплывает на фоне вашего выбора. Это Philips 43 POS 8505-12. Я не могу судить о том, какой телевизор более популярен, ведь телеками Sony забиты все магазины, а Philips'ы продаются в основном только у нас. Шучу, не только у нас. Просто на полках стандартных магазинов они не представлены. И почему они не представлены, я уже много раз отвечал в нашем телеграм-канале. Если нужно, сниму коротенький ролик об этом отдельно для вас на свой второй лайв-канал. Просто скажите, что эта тема для вас актуальна, и в комментариях попросите меня об этом, я освещу ее обязательно. Поехали смотреть и сравнивать. Привет, дорогие зрители! Время проплаченных роликов от компании Philips. Шутка, конечно, в основном именно такие комментарии будут сейчас в описании к этому видеоролику. Мы сегодня сравниваем два телевизора. Это Sony 43XH8096 и Philips 43PUS8505. Кардинально разные телевизоры по технологиям производства, но всегда интересно сравнивать телевизоры, которые находятся в одном ценовом сегменте. Итак, что у нас по Philips? Это 43-я диагональ с разрешением 4K. Матрица здесь установлена VA. Подсветка задняя, direct, полноценная, полноматричная. Что у нас у Sony? У Sony у нас IPS-дисплей с технологией 3Luminous. Квантовые точки, так называемые, у Sony. Кстати, у Philips тоже технология WCG. Это тоже аналог квантовым точкам. Дальше, по матрице у Sony установлена IPS. Подсветка боковая Edge. Благодаря этому корпус телевизора Sony тоньше. Но с чего хотелось бы начать наш сегодняшний обзор, дорогие зрители. Это с HDR. То, что я заметил в телевизорах Sony, возможно, вы в комментариях мне подскажете, правильно это или нет. Но при просмотре контента в формате HDR, я не зря зашел в программу Кинотренд. Есть у нас замечательный фильм Охотник на монстров 2020 года. Нажимаем торрент. И у нас есть предложение посмотреть фильм в 4K качестве картинки, еще и в формате HDR. И вот, когда мы запускаем этот фильм на Sony, все довольно неплохо загружается. Но никакой информации о том, что это фильм в HDR, не высвечивается. Сейчас я вам покажу, как это происходит в реальном времени. Вот мы включили на Sony. Запустили, кстати, тоже ролик снимала компания Sony. Вернее, фильм снимала компания Sony Pictures. И когда мы переходим в настройки изображения, у нас просто яркий, стандартный режим. Кино, игра, графика. То есть, вот такие вот режимы, как на обычном контенте. Единственное, что хотелось бы отметить. Сейчас я поставлю яркий режим. Что хотелось бы отметить, это когда вы заходите в настройки изображения. Здесь есть такой пункт, как видеосигнал. Заходим в видеосигнал. И здесь есть режим HDR. HDR10, окей. Либо можете авторежим. И видите, в верхней части экрана, сейчас я вам покажу, у нас горит значок HDR. Только здесь видно, что это контент HDR. Но мы не получаем настройки по HDR контенту. То есть, вот как есть у нас картинка, так и есть. Я поставил авторежим. Окей. Я возвращаюсь назад. Что у нас в этом случае происходит на Philips. Сейчас я поставлю паузу у нас на Sony. Давайте запустим торрент, тот же самый на Philips. Запускаем контент в качестве 4K и с качеством HDR. С расширенным цветовым диапазоном. И что происходит у нас? Хотелось бы вам показать. У нас загорается значок HDR10+. То есть, телевизор понял, что это фильм, записанный в широком цветовом охвате. И у нас открываются совсем другие настройки по картинке, которые мы можем настраивать. Мы нажимаем кнопку меню. Мы нажимаем часто используемые настройки. В стиле изображения. И видите, здесь у нас есть такой контент, как HDR пользовательский, HDR яркий, HDR естественный, HDR кино, HDR игровой. То есть, можно регулировать настройки режима воспроизведения HDR. Можно сказать, что на Sony HDR контент просто не подписан. То есть, мы не имеем возможности настроить HDR картинку на Sony. Я сейчас просто проведу параллель. Но на самом деле, хочу вам кое-что показать. Мы сейчас на Sony выходим из программы Кинотренд. И заходим в стандартную программу Media Player. Она здесь есть. Вот он, Media Player. Заходим на флешку. У меня там есть ролики в формате HDR, в формате Dolby Vision, которые тоже читаются этим телевизором. Вот этот у нас в формате Dolby Vision ролик. Я поставлю на паузу, чтобы вам просто показать, что если я воспроизвожу с флешки контент, то мне доступны настройки режима HDR. То есть, Dolby Vision темный, Dolby Vision светлый и Dolby Vision... А, ну и просто яркий режим. Поэтому довольно интересно. То есть, получается, что у Sony настройки режима HDR есть только для формата Dolby Vision. То есть, если ролик не в Dolby Vision, то вы получаете стандартные настройки, как на контенте с SDR качеством, стандартным расширенным цветовым охватом. Вот такие есть нюансы. Это я заметил еще на ролике в YouTube. Кстати, тоже отдельный момент, что при воспроизведении ролика на YouTube в формате HDR точно так же вы об этом не узнаете. В формате HDR он или нет. И заходим в главное меню. YouTube. Здесь мы искали формат Dolby Vision. У нас традиционно этот ролик в формате Dolby Vision. Запускаем его на Sony. У нас никакой информации нет. Единственное, что мы нажимаем настройки. Заходим в настройки изображения. И здесь у нас показывается, что HDR режим включен. Но хотелось бы сказать, что когда мы выбираем видеосигнал, есть режим авто выбора этого контента. Есть возможность поменять на HDR10. Вот как раз сейчас ролик в HDR10. HLG формат вообще просто убивает цветопередачу. И вот режим выключенный. Это стандартный обычный ролик. Вот таким вот образом здесь включается режим HDR. Но отдельных настроек для этого режима, к сожалению, у Sony нет. Я говорю об этой особенности, чтобы вы понимали, потому что я с этим столкнулся. Вот мы включили ролик в формате HDR. И сейчас получаем настройки только в стандартных режимах. Яркий, пользовательский, кино, индивидуальный, как на обычном контенте, как на всем остальном контенте по сути. И давайте попробуем еще запустить это на Philips. Сейчас я здесь тоже возвращаюсь назад. Тот же ролик. И у нас сразу информация, что это сигнал HDR. И у нас нажимаем кнопку настроек, часто используемые настройки. Стиль изображения. HDR яркий, HDR пользовательский, HDR естественный. Мы сейчас будем сравнивать просто телевизоры на этом режиме. Поэтому я сразу предупреждаю, что я на Sony буду ставить обычный яркий режим. А на Philips это будет HDR яркий режим. Потому что Philips автоматически при появлении контента в HDR формате предлагает нам HDR расширенной настройки по изображению. У Sony как-то это все устроено по-другому. Поэтому тоже вам на заметку. Поехали сравнивать эти два телевизора. Сразу вам хочу сказать, что я буду использовать только предустановленные настройки. Я не собираюсь настраивать, делать тонкую калибровку либо Philips, либо Sony. Поэтому сразу здесь вот в меню есть сброс настроек для яркого режима. Я там немножко регулировал, поэтому мы режим сбросили. Вот у нас режим яркий. То же самое у нас HDR яркий на телевизоре Philips. Поэтому сейчас проводим синхронизацию и начинаем сравнение с этого ролика. Ну что ж, дорогие зрители, мы начинаем сравнение этих телевизоров. И повторюсь, технические данные вы уже в курсе. VA-матрица у телевизора Philips и IPS-матрица у телевизора Sony. Что хочется сказать по ролику. Действительно, разница довольно существенная по передаче цвета и по картинке абсолютно. Также меняется в зависимости от угла просмотра передачи цвета. Что можно сказать сразу, что Sony достаточно высоко и хорошо себя показывает по яркости картинки. То есть, действительно, картинка очень яркая. Еще, что особенностью Sony в этом ролике является то, что он насыщеннее по цвету. То есть, цвета более сочные. У Philips, к сожалению, цвета такие более смазанные, можно сказать так. И мне не совсем нравятся детали изображения. Прорисовка оттенков кожи у Sony с этим проблем нет. То есть, за картинкой не заржавеет телевизор Sony. Philips достаточно на уровне показывает хорошо темные оттенки деталей. То есть, в темных сценах Philips выигрывает. Вот, к примеру, волосы главного героя. Да, у нас сейчас на Sony, к сожалению, ничего не видно. На Philips мы видим детали его прически, то есть, волосы. Sony все смазывает. То есть, в ярких моментах она перебивает немножко. И мы теряем детали. Вот, волосы девочки тоже. Сейчас попробуем вам это включить. Сделать паузу. Вернемся назад. Вот, пожалуйста, вам моменты. Я буду делать приближение максимально, чтобы вы были осведомлены разницей по картинке. Она кардинально разная. И здесь, повторюсь, что у каждого телевизора будут, конечно же, поклонники и те, кому эта картинка не нравится. Если брать девочки волосы, то здесь мы видим четкое лицо. Все замечательно, все красиво. Но часть прически, вот те волосы, которые расположены ближе к лицу, они просто в темной сцене очень сильно потерялись. И вот волосы девочки, которые у нас на Филипсе изображены. Обратите внимание на волосы, которые расположены ближе к лицу. Я сейчас делаю отдаление. Вот, что хотелось вам показать, дорогие зрители. Видите, да? Но при этом те волосы, которые находятся в светлом участке изображения, они как-то хорошо детализированы в этом плане. Поэтому Филипс как-то немножко в дымке показывает. Это заметно. И, конечно, об этом тоже стоит упомянуть. Мы не будем только сегодня плюсы-минусы. Мы будем искать разницу между этими экранами. Однозначно, она есть. Поехали дальше. Если брать конкретно разницу по деталям и оттенкам кожи, мне они чуть больше нравятся у Sony сейчас на этом моменте. Чуть как-то детализирований. Но в то же время темные участки изображения, как и на предыдущем кадре мы с вами смотрели, потерялись. Но цвета какие-то тоже приятные. У Sony, у Филипса они очень неплохо отработаны, но более естественные они у Sony. Но здесь мы, дорогие друзья, упираемся в то, что IPS-матрицы, и я об этом всегда и часто говорил, они способны отображать глубокую палитру, которая в большей степени соответствует стандарту и многим стандартам соответствует. Поэтому более сочные цвета всегда на IPS-дисплеях. VA-матрица в этом плане, конечно, проигрывает. По черному цвету мы сейчас дальше пойдем и узнаем, но в плане естественности картинки, как ни крути, IPS будет впереди. Планеты всей в этом плане однозначно. Но картинка также на Филипсе довольно интересная. Повторюсь, что Филипс неплохо отрисовывает темные участки изображения. Если Sony просто заливают черным цветом, то Филипс выделяет какие-то фрагменты однозначно хорошо. Давайте посмотрим. Попытаюсь уловить для вас моменты. Очень хороший пример по сочности цвета. Вы, я думаю, обратили внимание, что Sony показывает достаточно сочные цвета. То есть удивительно, да, по контрасту, как мы можем это увидеть. Но и на мелкие детали тоже обратить свое внимание. К примеру, давайте посмотрим на детали одежды главного героя, Вилла Смита. Мы посмотрим на его штаны, которые на Sony залиты черным. Они действительно непонятно какого цвета. То просто черные. То на Филипсе мы видим оттенки синего. То есть хорошо проработан в этом плане черный цвет. Это действительно чувствуется. Давайте я вам вот так вот сделаю приближение, чтобы вам было видно. Вот, пожалуйста, да. Просто я, вы уж извините, может быть, с одной стороны это покажется слегка непрофессиональным, такое сравнение, да. Но, тем не менее, я таким образом пытаюсь вам сделать прямой акцент на детали изображения. Поэтому вы уж простите, может быть, кому-то такой формат не по душе. Я это понимаю и принимаю, но вот таким вот образом хочется показать вам детали, разницы по картинке. У Sony сочность, все хорошо с сочностью изображения, какие-то цвета, естественно. Но у Филипса неплохая проработка деталей мелких. На этом стоп-кадре я хотел бы вам показать, насколько сильно влияет точка съемки на сравнение этих телевизоров. Я не хочу снимать их по отдельности, я хочу вам показывать и комментировать все сразу, так как я это вижу. Но, есть один очень важный момент, это угол обзора VA матрицы и IPS матриц. Давайте посмотрим. Обращайте внимание, пожалуйста, я сейчас буду перемещать камеру, насколько меняется изображение на телевизоре Philips. Вот сейчас мы смотрим, одна картинка. Мы буквально на несколько градусов меняемся, это уже другая картинка и это уже третья картинка. То есть, действительно, угол обзора VA матрицы это особенность. Поэтому идеально, конечно, этот телевизор смотрится под прямым углом к экрану, вот на таком уровне. Если я делаю сравнение, я камеру, конечно же, отвожу в сторону и уже это изменение происходит и в кадре. Давайте еще раз. Вот картинка под прямым углом, совсем другой телевизор, контрастный, четкий. И здесь я делаю перемещение, буквально меняю, наверное, под угол 10 градусов максимум по отношению к центру экрана и получаю совсем другое изображение. У Sony, если вы думаете, что сейчас мы за Sony не поговорим, у Sony тоже есть такие моменты, но в основном в IPS матрицах угол обзора это изменение уровня черного цвета. Обратите внимание на диван, да, как он изменил свой цвет. То есть, в основном цвета не меняются, да, при изменении угла обзора. То есть, цветопередача в целом остается на уровне. У Philips, тем не менее, все как будто уходит в дым, то есть, как будто появляется какая-то пленка. У Sony цвета остаются на месте, но вот контраст тоже уходит в сторону. Обратите внимание, вот сейчас диван становится серым, не черным. Поэтому тоже есть такие особенности у этих телевизоров. И об этом всегда нужно говорить и всегда это нужно воспринимать. Поэтому давайте переходить дальше к другим роликам сравнения по этим телевизорам. Итак, дорогие зрители, конечно же, уровень черного на телевизорах мы должны посмотреть. Я вам сейчас камеру выставлю приблизительно на чувствительность зрения, вот так как картинка есть на самом деле. И вы можете обращать внимание. Понятное дело, что IPS матрица будет казаться выигрышной в этом плане. Давайте включать наше изображение. Плюс все-таки большую роль играет и задняя подсветка, не Edge, а Direct. Это тоже играет свою роль. Поэтому здесь выиграет, конечно, телевизор Philips. Сейчас уйдет картинка. И уровень черного цвета действительно на нем лучше. Мы видим значительные засветы, ну не засветы, но такая особенность у телевизора. И, конечно же, я хочу вам показать еще раз, что такое изменение угла обзора при сравнении телевизоров как раз на черном цвете, о чем мы говорили буквально несколько секунд назад. Посмотрите, да, телевизор Sony под прямым углом, но видны засветы, скрывать не буду, страшного в этом ничего нет, не стоит придираться. Это не OLED-телевизор, это телевизор с IPS-дисплеем, с классной цветопередачей, но на Edge-подсветке. И вот у нас телевизор Philips. Да, практически все черное залитое. Так оно и есть. Вот, пожалуйста, вы можете увидеть. Единственное, там, может, какие-то отражения света, потому что я окна максимально закрыл, сейчас день, но я сделал темную комнату. То черный цвет, конечно, у Philips выигрывает. И вот опять мы возвращаемся к Sony. И давайте я вам покажу, что такое угол обзора на черном цвете у матрицы IPS. Вот что это такое. То есть многие показывают это, особенно усиленно показывают работу локального затемнения. Да, черный цвет выцветает у телевизоров на IPS-панелях при смене угла обзора. У Philips с этим порядок, но у Philips я вам показал заранее. Перед этим какие моменты есть по цветопередаче. Поэтому, ну, конечно, без этого теста никак. Поехали дальше. Еще пару роликов у нас есть по сравнению. А вы для себя делайте выводы какие-то. И пишите в комментариях. Итак, мы начинаем с ролика, который я достаточно часто включаю в обзорах телевизоров. Позволяет спокойно оценить плавную картинку, нераздражающую. И посмотрим, в чем все-таки существенная, либо несущественная разница между телевизорами. Но учитывая, что это совершенно две разные технологии, конечно же, разница между телевизорами будет видна. Я постараюсь вам делать паузы на важных моментах и показывать. А вы для себя уже будете понимать особенности. И в этом ролике хотелось бы вам рассказать свое впечатление и сделать какой-то выбор. Тоже давайте в конце видео обязательно сделаем по этим телевизорам все-таки. Поехали посмотрим этот видеоролик. Что хочется сказать, что на удивление Sony кажется даже более контрастным. То есть яркость у него, мне кажется, немножко выше, чем у Philips, что не может быть не странным. Это действительно странно. В некоторых моментах кажется, что Sony в ярких участках перебивает своей яркостью. У Philips в ярких участках почему-то не хватает. Но зато, если брать темные участки изображения, темные участки кадра, то прорисовка таких изображений у Philips лучше. Но, извините, дорогие друзья, мне заново приходится делать. Хотя нет, вот Sony пытается догнать. Удивительно. Сейчас Philips работает плавно. Вы можете сами наблюдать, как происходит картинка, как происходит трансляция на YouTube контента на телевизоре Sony. Извините, я сейчас буду перезагружать телевизор и... нет. И запускать, наверное, синхронизацию, потому что он просто вырывает части изображения. Я не пойму, почему так происходит. Сейчас будем перезагружаться, потому что так мы не сравним телевизоры. Sony подводит. Ну, наконец-то Sony у нас подгрузился. Давайте дальше смотреть информацию в кадре. И на этих моментах этот ролик мне нравится тем, что здесь можно обращать внимание на детали. И повторюсь, что в темных участках изображения Philips прорисовывают просто отлично. В отличие от Sony. Сейчас будем делать паузу. Буду вам показывать, как это есть на самом деле. И будете сами делать вывод по изображению. Я хотел бы вам показать настройки картинки, что у нас на Sony. Режим изображения яркий. Давайте проверим на Philips. Яркий. Два телевизора в ярком режиме установлены. Вот сейчас можете наблюдать темные участки изображения. Давайте сделаем паузу. Попробуем посмотреть. Здесь интересный момент есть по картинке. Хотел бы обратить ваше внимание на пальмы, которые расположены в левой части кадра. На автомобиль тоже можно обратить внимание. И что мы здесь можем увидеть. На Philips вы четко видите надписи. Цвет автомобиля зеленый. И на Sony у нас, к сожалению, ушло все в черный цвет. Давайте подальше вам сделаем вот так вот. Есть. Что касается левой части кадра. У нас деревья, искусственные пальмы. Мы здесь видим цвет тумбы. Достаточно хорошо. Здесь она у нас провалилась в черный. Давайте отвожу камеру. Я думаю, что заметно. Вы знаете, дорогие зрители, я хочу, чтобы вы сегодня сами посмотрели телевизор, который вам больше нравится. Не хочется давать какие-то свои комментарии, потому что обычно комментарии будут натыкаться на ваше сопротивление. Никакого не должно быть сопротивления. Мы просто сегодня оценим два телевизора в одинаковом ценовом сегменте. И пока мы смотрим это изображение, я хочу вам предоставить какие-то свои впечатления от просмотра того или иного экрана. О, отличный момент. Я сейчас хочу сделать паузу. Прошу прощения. Немножко вернуться назад, сделать паузу. Это важно. Давайте сделаем паузу и посмотрим на стену, которая у нас располагается в левой части изображения. Видео, что у нас Sony ее просто затенил. Это здание какое-то недостроенное, либо заброшенное. Вот как выглядит у нас на телевизоре Sony. Переходим сюда. Philips. Вот, пожалуйста, здесь также это видно. Причем очень хорошо. Давайте пока мы будем смотреть дальше, я вам расскажу свои впечатления и свои мысли по поводу этих телевизоров. Потому что оба телевизора достаточно интересны в плане покупки. Поэтому уверен, что вы выбираете между ними. Кто-то не выбирает и просто покупает Sony, кто-то не выбирает и просто покупает Philips. И это тоже нормально. Скажем так, что если вы уважаете торговую марку Sony, вы цените естественные цвета, сочные цвета, насыщенные цвета. Вы возьмете 43-ю модель XH 8096, уж поверьте мне, вы будете довольны. Если вы любите торговую марку Sony, любите правильную цветопередачу. Если вы любите яркую картинку, хорошую проработку изображения, достаточно отличное качество черного цвета, высокий контраст, тогда вам к Philips. Многие фанаты торговой марки Sony ругают меня за то, что я вообще с Philips сравниваю, что ты себе позволяешь. А я легко это делаю у себя на канале. Поэтому у вас есть возможность сравнить, если вы на этапе выбора. Если вы не знаете, что купить, Philips или Sony. Давайте теперь посмотрим потребительским фактором в лицо. И скажу прямо, что на Sony придется столкнуться с некоторыми моментами в плане качества работы операционной системы и в качестве работы телевизора. Флешка иногда подвисает, Dolby Vision не отображается, настроек по HDR нет. Часто телевизор имеет свойство подписать даже после обновления. У Philips с этим делом все в порядке. Но я уверен, что вы простите это все телевизору Sony только за его естественную картинку. Хотя все зависит от контента, который вы воспроизводите. Потому что сказать, что Philips очень сильно уступает по естественности телевизору Sony просто нельзя. Потому что это бренд, который также интересен. И что вы получаете в Philips практически за ту же цену, что и Sony? Наверное за ту же цену на момент съемки сейчас в феврале 2021 года вы получаете гораздо больше. Я всегда, когда человек просит меня дать свой совет, я не стесняюсь говорить свою точку зрения. Потому что все мы знаем, что от мнения продавца зависит практически 70-80% покупки. И вот давайте я себя поставлю сейчас на ваше место. Что бы я взял бы, какой бы телевизор я бы взял бы себе. Итак, мы имеем 18 тысяч бюджета, мы хотим купить QLED телевизор. Что мы получаем от торговой марки Sony? Мы получаем хорошую картинку, мы получаем достаточно сочные цвета, мы получаем естественные цвета, мы получаем систему Android. Это из преимуществ. Из недостатков это достаточно стандартный дизайн. Есть лаги в прошивке, есть подтормаживание, есть плохая работа встроенного медиаплэда. Есть зависание на HDR, есть зависание даже не только на HDR. Вот что мы получаем. Но мы готовы это простить, потому что мы хотим телевизор Sony. Если мы берем телевизор Philips, мы получаем на год больше гарантию. Мы получаем полностью металлический корпус, мы получаем полную заднюю подсветку Direct. Мы получаем поворотную ножку, мы получаем еще важную функцию, ради которой я бы точно взял бы Philips. Это система MB-Light подсветки задней. Это реально круто. Я вот сейчас ее включил, и мне смотреть телевизор гораздо приятнее, чем просто телевизор без этой подсветки. Это важно на самом деле. Это увеличивает впечатление. Поэтому давайте договоримся, что вы не прислушиваетесь к моему мнению, а делайте вывод самостоятельно. Если вам нравится Sony, поверьте, вы будете кайфовать от этого телевизора просто каждый день, потому что вы простите ему те моменты негативные, о которых я упоминал. Я бы себе взял бы Philips благодаря подсветке MB-Light. Однозначно, мне это нравится, это круто. Конечно, негативным фактором телевизора Philips является его ограниченный угол обзора, потому что нормально его можно смотреть только под прямым углом. Вот скажу честно, нормально только под прямым углом его можно смотреть. Потому что отклоняясь где-то градусом на 10, на 15, вы уже получаете другую картинку. Я не могу сказать, что это прям критически и все плохо. Вот сейчас, кстати, на темные сцены можете обратить внимание. Вы же, надеюсь, смотрите этот ролик в режиме онлайн. Я пока рассказываю, вы меня слушаете и вы просматриваете этот ролик. Но я бы повесил бы этот телевизор в спальню однозначно. Я бы повесил Philips, потому что он мне нравится MB-Light, он мне нравится дизайном и он мне нравится тем, что он дает за эту цену. Вот если брать впечатление от просмотра, впечатление от картинки, впечатление от телевизора, впечатление от его работы. Потому что, ну, придете в магазин, вы увидите эти демонстрационные ролики. Если я сейчас выключу телевизор Philips, да и кайфово показывает Sony. Но мы начнем включать медиаплеер, мы столкнемся с тем, что его надо перезагружать, мы столкнемся с тем, что у нас YouTube зависает, мы столкнемся с тем, что мы не понимаем. HDR мы формат смотрим, не HDR мы формат смотрим, как настроить. Вот с этим мы столкнемся. На Philips это как-то все открыто и понятно. Я не могу сказать, что у него нет недостатка, у него есть недостатки, о которых я говорил выше. Но вот такие вот моменты, дорогие зрители, о которых нужно сегодня поговорить. Я в начале этого сравнения говорил о том, что мне кажется, что Sony ярче. Но вот сейчас вы сами видите, что Philips превосходит по яркости и это, к сожалению, так. Поэтому, дорогие зрители, давайте так, делайте выводы самостоятельно. Я вам сказал свою точку зрения, которая моя точка зрения и я ее никому не навязываю. Поэтому то, что вы видите сейчас на экране, вы видите своими глазами и можете сделать вывод самостоятельно. Я вас очень прошу, делайте вывод самостоятельно. Ну вот Sony почему-то опять начинает нам немножко портить картину обзора. Ну, наверное, это говорит о том, что необходимо перейти к сравнению звука этих телевизоров. Давайте послушаем звучание, пока Sony у нас уже говорит нам пока-пока.